Сюрприз внутри пачки. Саратовский пенсионер чуть не стал жертвой отравления. Купив в магазине пряники вместо начинки из джема, он обнаружил начинку из плесени. Как попал испорченный товар на прилавок магазина, смотрите в нашей рубрике «Контроль качества». Любимое лакомство к чаю пряники с джемовой начинкой Борис Рачков покупает в магазине магнит возле дома. Последняя покупка для пенсионера чуть не обернулась отравлением. Надломив один пряник, мужчина обнаружил внутри него плесень. Ну нельзя так, зачем же по-свиньски делать? Что мы, свиньи, что ли? Пряники, которые приобрел пенсионер, были из партии от 18 июля. Срок годности у них еще не истек. Чтобы убедиться, что это не случайность, мы купили в этом же магазине две пачки пряников. Одни от 18 июля, другие от 8 сентября. Сладость, произведенная в июле, оказалась плесенью. По словам сотрудников Роспотребнадзора, мучной грибок мог появиться в изделиях из-за несоблюдения температурного режима при хранении продукта. Можно, конечно, предположить, что условия хранения могли осуществляться при более высоких температурах. Ведь не в холодильнике же их хранились. Правильно? Поэтому возможно, что именно эти условия хранения послужили тому, что пряники утратили свое качество еще до окончания сроков годности. По словам сотрудников сетевого магазина «Магнит» с производителем компании «Праздник Сластены», они сотрудничают не один год. И такой случай в их практике первый. Я обязательно сделаю фотографию, отправлю нашим поставщикам, сообщу об этом. Будет проведено расследование. И данный продукт будет изъят из продажи. Оградить покупателей от некачественной продукции сотрудники магазина решают, не дожидаясь результатов экспертизы. Обе партии пряников производителя «Праздник Сластены» убрали с прилавка. А покупателю вернули деньги. Екатерина Квальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова